Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия! Дорогие мои зрители, прошу прощения за то, что это видео я перепутала. Вначале я выпустила видео с примерками и с некоторыми готовыми вещами. А сегодня я покажу, как же я принимала этот заказ. Ну а что получилось, посмотрите видео, которое я сняла за два дня до этого. Я оставлю в закрепленном комментарии ссылочку на это видео. Вот у меня заказчица моя. Сегодня придет на примерку, может быть сниму, если разрешит. Вот принесла она мне, например, такую ткань. Видите, это шитье. Шитье на шифоне. Показываю следующее. Это ХБ. Но ХБ тоже такое красивое, расшитое. Естественно, оно не дешевое. Я не знаю, сколько оно стоит, но поверьте, это не дешево. Видите, вот такое все в пайетках. И вот такая кромочка. Внизу вот такая кромка. Так, хочу вам показать. Вот пошили мы уже брючки. Вот такие. Это вот с подкладкой. Вот эти брючки называются Плаза. И вот черные. Вот такой край. Видите? Вот такой край. То есть тут край мы не подшивали. А вот черные такие тоже Плаза. В общем, готово. Здесь я на пояс использовала подкладку. Здесь вообще-то тоже надо было использовать, наверное, подкладку. Потому что, может быть, будут колоться вот эти вот. Эти самые. Как-то я не подумала. Ну. Ладно уже. Вернее, тут подкладки не было. Надо было найти мне такой черненький какой-то кусочек ткани. В общем, посмотрим. Так, все. Это я уже повешу на вешалку. И придет заказчица. Буду отдавать. Какие же мы ужасные женщины. Как только терпят нас мужчины. Вот эта заказчица ехала практически на последнюю примерку. И забирать кое-какие вещи, которые мы уже пошили. Зашла в магазин и приносит мне две ткани. Говорит, Анти, пожалуйста, пошейте мне две блузки. Ну, или хотя бы одну белую блузку. Мне нужно ее надеть. Она уезжает через два дня. Можете представить. Эту ткань я сразу забраковала. Потому что, говорю, здесь полностью там жемчужинами забита эта ткань. И там просто невозможно будет шить. Нужно. Я шила однажды такую. Там нужно полностью шить руками. А это будет очень дорого. И это будет полностью... Ну, займет много времени. А у нас времени совершенно нет. То есть машинкой здесь мы не сможем прострочить. Вот как раз тут я и объясняю то, что я однажды уже шила такую блузку. Однажды я шила Сюзане блузку. Но там я... Там немножко другая работа. Там можно было отклеить вот эти бусинки. И потом опять их приклеить. Вот я шила соседке. Она говорит, у меня 4 года лежала ткань. Ни один теллор, ни один портной не брался шить ее. Она мне принесла ее эту блузку. Тоже вот такая вся. Вот она была расшита. Камни. Какие-то жемчужинки. Вот. И полностью ее строчили. Не на машинке, а руками. То есть руками шили. Вот. И, конечно, я там взяла хорошую сумму денег. Потому что мы затратили, наверное, 3 дня на эту блузку. Вот. Если не больше. Ну, в данном случае у нас нет ни времени. Ну, и она тоже не готова платить такую высокую цену за блузку. И, конечно, она тоже не готова. так как это саре просвечивает оно такое тоненькое поэтому она хотела бы впереди чтобы было вот так вот наверное закрыта но закрыта тоже не получится ткань мягкая будет вот такая типа как стоечка будет некрасиво в общем мы тут ищем другой вариант и У меня есть инет сади, я сейчас поднимаю репрессию, так как я поднимаю его, я не знаю, я смотрю его, я смотрю его, я не знаю, а то я показываю его, я не знаю, это и я не знаю, что они поменяют, я не знаю, что они сами. Я не знаю, что здесь. Я не знаю, что здесь. Я буду делать это. Но я буду делать это. Если здесь, если я не знаю, то будет очень полезно. Это очень полезно. И в других лицах, что будет в других лицах? Здесь есть, да? она еще купила вот такое кружево чтобы подходила по цвету к саре вот видите вот такое кружево вот она держит в руках или еще нужно по горловине это кружева будет на рукавах и сзади на горло по горловине нужно другое какое-то кружево тоненькая вот такого цвета я говорю такой цвет очень сложный цвет потому что это не розовый и не персиковый вот что-то между ними поэтому найти такое кружево очень сложно она говорит вы знаете я я с мужем вышла в три часа из дому а сейчас уже на минуточку 7 часов уже четыре часа не вот она ткань эту купила потом она поехала кружева подбирать к этой к этой блузке вот еще у меня она тут где-то целый час наверно находилась бедный муж сидит там машине сидит в машине и гуляет там же у нее еще годика нет сыночек маленький 2 года четыре наверное ему вот он там нянчится с детьми ходит там на улице не заходит сюда он боится кстати собаку нам чтобы не мешать он боится нашего гучи у нее муж она очень любит его я не веду нашего гучи любит мужа тоже вот и вот мы подбираем тут это тут можно какой-то или белые какие-то такое кружева тоненькая по горловине или же какой-то серебристая потому что саре вышита серебром и таким и вот этими ну белым бисером вот сейчас мы ищем но я говорю что цвет такой и не розовый и не персиковый дверь была закрыта собрать гулял с гучей потом они пришли гучи скребется там дверь вот она пошла открывать гучи дверь а 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В этой куче потеряли мы кружево, которое отобрали Теперь не знаю, то ли мы на место куда-то его засунули, то ли в каком-то пакете Будем искать Извините, я вот монтировала это видео позже Вначале я вам выпустила там, где я блузку, вот эту вот уже практически пошила А здесь вот только мы на примерку готовим Вот, поэтому кое-какие вещи тут у нас и белую тоже, которую другую ткань мы взяли на блузку Я вам показывала уже, ну, наполовину готовую, вот Ну, а в следующем я покажу, конечно, видео уже готовую блузку Но здесь вот я, получается, только ткань беру Поэтому уж извините меня, немножечко тут у нас получился Видео вышло одно раньше, чем вот это Ну, теперь вот эту красную мы будем заканчивать попозже Поэтому я вам покажу ее и попозже Уже в готовом виде Вот, потому что ей срочно нужно пошить теперь белую блузку Эту она потом через неделю приедет и будет уже красную забирать Вот она забирает зеленую блузку Вот, и вот это вот мы никак не решим, что же делать из белой ткани Другую белую ткань мы взяли Там тоже, конечно, есть и пайетки, есть и бусинки Но там поменьше, чем вот на первой Первая, конечно, очень шикарная, очень красивая Но как из нее шить, я не знаю Такую обычно покупают такие ткани на саре Их в саре же не нужно шить И вот на саре, вот такое саре все расшитое Все такое, в бусинках, в камешках можно надевать А блузку, конечно, сложно, только руками нужно Она купила два одинаковых костюмчика для своих малышей Побольше и поменьше Вот, но они такие более простые И она у меня тут покупает вот эти пэтч Как аппликации, или как это называется Ну, в общем, готовые, которые можно приклеить утюгом Вот, некоторые утюгом приклеиваются Некоторые вот пришиваются И вот она сама Но она умеет шить, кстати, немножко Вот, она говорит, я пришью И потом по контуру там Она выбрала у меня там зайчиков таких красненьких По контуру она еще купила Вот клей купила И купила такие, как жемчужинки Она хочет по контуру эти жемчужинки Ну, как бы на детских вещах Тем более мальчиковых Ну, эти жемчужинки как бы не к месту Ну, человеку нравится Ну, пусть Ну, потому что там контур желтый Такой, как бы Это на вот этих, на аппликации на этой Костюм там розовый С белыми полосками Вот, и поэтому она белыми жемчужинами Хочет этот контур закрыть Вот она еще мне принесла переделочки Ну, не переделочки Что-то ушить Что-то подогнать на нее нужно А вот эти вот брюки нужно удлинить Сейчас очень модно использовать вот эту ткань Тут она называется пищу Ангарза, по-моему, у нас называется Или как Такая, она просвечивает Такая тонкая ткань Вот, и вот сейчас брюки так удлиняют Вот она говорит Удлините мне брючки Или, говорит, такой широкий Ну, вот такой широкого у меня На 10-12 сантиметров у меня нет Такой, такого кружева широкого, розового Ну, и белого тоже Есть белый, но там не такой широкий И мы удлиняем Теперь ищем кусочек вот такой Нужно найти по цвету Потому что такой розовый тоже Розовый же тоже бывают разные оттенки И вот мы Я подбираю в своих тут залежах Какой-то кусочек Не живет вот видите тут удлинен рукав а вот сейчас я вам покажу как удлиняют таким вот прозрачной такой тканью брючки вот это вот кружева вот такое пришивают ну честно говоря не знаю конечно это сейчас моде ну и не знаю мне что-то не очень как-то такое нравится не знаю как вам пишите вот тоже видите как тут более тяжелая такая ткань и вот такие пришивают тоже тяжелое кружево это такой party в р а вот такую кстати блузку мы решили вот так вырез горловины будет такой сзади а впереди вырез горловины будет что-то типа этого только еще застежка впереди будет ну вот мы никак не подберем ткань чтобы идеально подходила по цвету на год я пока пойду померяю блузку но примерку я вам не буду показывать потому что в видео я уже вам показывала примерку вот но я продолжаю копаться в своих залежах представляете мы тут перерыли все с ней наверно минут 15 искали кружева которая потерялась у нас я думаю ну тип ну так и не нашла думаю ладно потом буду искать но представляете то мне надо каждый пакет проверить каждую коробочку она оказалась она вместе со штанами унесла там где она переодевалась и положила там у меня есть стол гладильный вот и там ставила это кружева хорошо что она туда пошла так бы я не знала и я туда не заглянула скорее всего сегодня а тут наверно бы тот целый час-два искала вот этот кусочек этого кружева который нужно нам пришить вот я подхожую ткань нашла но сейчас будем с ней решать это она мне все приносит на подгонку то есть она купила заказала по интернету и что-то нужно ушить что-то там укоротить в общем где-то рукав там нужно тоже ушить и укоротить то есть такая работа у меня передел очки кстати если хотите посмотреть как я переделала приходить посмотрите раньше я на несколько дней раньше я выпустила это видео к сожалению мне так получилось что я его выпустила раньше чем это видео вот блузку я шила ей уже давно года три назад наверное вот эту но теперь нужно ее немножечко она поправилась после родов естественно и теперь нужно немножечко немножечко выпустить там из боковых швов чтобы и рукав тоже естественно расшить нужно которое такие-то золота там не нужно где-то а все соответственно какие-то Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok